Добрый день, я Малахов Игорь Михайлович, врач-андролог, специалист в репродуктивной медицине, сотрудник Агулов-центра. Сегодня я бы хотел поговорить, продолжить тему женского бесплодия в разрезе обследования женщины в женской консультации. Как поступает гинеколог, что он делает, чтобы собрать информацию для анализа, найти правильные причины, правильные факторы, чтобы в последующем уже разрешить этот вопрос точно. Значит, первое, что делает врач-гинеколог, самое простое. Тут что важно? Важно идти от простого к сложному, иначе причин для бесплодия их очень большое количество, и существует невероятное количество анализов, которые могли бы выявлять те или иные факторы. И поэтому, конечно, путь от простого к сложному, он очень важен. И в лекциях таких экспертов высокого уровня, как заведующих отделением института Кулакова, допустим, который указывает, что приходят к ним женщины на консультацию, и у них на руках невероятное количество обследований, очень тонких, дорогостоящих, редких, но при этом упущены самые простые какие-то аспекты. Начнем давайте с самых простых. Что будет делать любой гинеколог, когда приходит на прием женщины? Это тематика воспалительных и инфекционных моментов. То есть, что делается? Для того, чтобы доказать воспаление, достаточно сделать мазочек, обыкновенный мазок, который будет потом окрашен и рассмотрен под микроскопом. Исследоваться там будут лейкоциты. Сколько их? Ну и там к лейкоцитам приложена разная другая информация. Какие клеточки, там эпители, в каком количестве, сколько слизи. Но основное это лейкоциты. Сколько их в количестве? Если есть лейкоциты, превышают они, допустим, больше чем 10 в поле зрения, то мы квалифицируем это как воспалительный процесс. Ну а дальше уже насколько много. То есть, есть воспаление, нет воспаления. Далее переходим к инфекционному моменту. То есть, наличие микробов, микроорганизмов. Бактерии, вирусы, грибная флора. Какие это анализы? Значит, анализов всего в этой сфере таких ходовых три. То есть, ранее было всего два. То есть, это мазочек методом ПЦР. Это инфекции, передающиеся половым путем. Туда входит. И следующий это бак-посев. И последний это фемофлор. Фемофлор, как бы, является собой такой некий синтез первых двух. То есть, метода ПЦР и бактериального посева. Значит, методом ПЦР мы определяем те микроорганизмы, которые передаются половым путем. Еще раз повторюсь. Это хламидии, мекоплазмы, уреоплазмы, гардереллы. Но самые такие злостные из них, называемые венерологические заболевания, встречаются, конечно, крайне редко. Но к ним особое отношение. Это хламидиоз, трихомониаз и гонорея. Это такие классические венерологические, специфические заболевания. Бактериальный посев он отражает микробную флору, которая из себя являет стафилококки, стриптококки, кишечную палку, энтерококки. То есть, ту флору, которая может жить где? В просвете кишечника, в носоглотке, в каких-либо других очагах хронической инфекции. Вот раньше было такое прекрасное слово. В былые времена в медицине оно часто использовалось. Просто когда сталкиваешься с интерпретацией бактериальных посевов, то есть я, например, без этих понятий никак не могу обойтись. А вот часто сталкиваешься с тем, что другие твои коллеги тебя просто не понимают. А раньше это было само собой разумеющееся. Очаги хронической инфекции. То есть, если, допустим, мы видим рост кишечной палочки, энтерокока, клипсиелы, клипсиелопнеомония в основном, то делается заключение о том, что, скорее всего, там выраженный дисбактериоз. Надо привлекать гастроэнтеролога, делать анализ кала, смотреть причины происходящего. Если мы сталкиваемся в бактериальных посевах с такими микроорганизмами, как стриптококк и стафилококк, то свои взоры надо обратить на носоглотку. Это лор-врач. Это состояние миндалин. Как правило, хронический тензилит. Это недышащий нос. Хронический ренит. Стекающие слизь по задней стенке глотки. Фаренгит. Это нелеченые зубы. Вот это все перечисленное. И это совершенно точно. Просто для того, чтобы взрастить понимание, я очень много времени потратил на изучение этих бактериальных посевов. Причем не только из половых путей, но из мочевых путей, из ротоглотки, носоглотки, из посевов кала. И просто для того, чтобы понимать вот эти все аспекты, надо смотреть было все. И те врачи, которые, допустим, не анализировали, они часто не понимали того, что я говорю. То есть, когда я подобных пациентов присылаю к лору, они немножечко сопротивляются. Там пытаются сказать, что связь маловероятна, потому что микроб, название микробы, допустим, их смущает или там концентрация их смущает. Но я достаточно уверенно заявляю, что как бы они должны как бы посмотреть пациента и найти какой-то источник, какие-то причины для того, чтобы эффективно помочь пациенту. То есть, ПЦР, бак-посев и последнее, еще раз повторюсь, это фимофлор. Фимофлор — это относительно современный анализ. И надо сказать, что он позволяет часто проявить ту микробную флору, которая в первых двух может быть не выявлена. То есть, я с таким тоже сталкивался, когда очень тщательно обследованная женщина, вот мы имеем невероятное количество бак-посевов и неоднократно ПЦР анализы, вот и в результате берем у нее фимофлор и выявляем, допустим, стафилококк высокой концентрации. А до того, как мы не выполнили этот анализ, мы об этом не имели никакого даже понятия. То есть, желательно, конечно, делать все эти номинации, чтобы четко понимать, что происходит. Теперь еще такой момент, что часто люди экономят деньги или это страховая какая-то медицина. Они смотрят, допустим, прекрасные мазочки. Мазочки прекрасные, лейкоцитов нету, все выглядит абсолютной нормой. А потом при изучении, какая же флора живет во влагалище, в шейке, то выясняется, что флора живет достаточно злостная и требует уже непосредственного вмешательства и корректировок. И вот, так сказать, опять-таки, эксперты из института Кулакова, они вот как говорят, что бактериальный вагиноз – это же заболевание такое очень распространенное и не притягивающее должного уровня, так сказать, настороженности у гинекологов. Ну, как бы, у каждой второй, у кого его нету и так далее. И в то же время сказано, что к этому надо относиться серьезно. Почему? Потому что бактериальный вагиноз, длительно существующий, обязательно скажется на состоянии шейки матки, далее на состоянии эндометрия, то есть цервицит, эндометрит, а дальше рукой подать уже и до самих труб, внутренние спайки и так далее и тому подобное. То есть опытные вот гинекологи призывают к таким простым моментам, как дисбиоз влагалища, относиться с должным пониманием и с должным уважением, да, и обязательно производить какие-то санации, коррекции, если там выявлены какие-либо изменения. Значит, еще раз обозначено, первое, с чем мы столкнулись и с чем выясняем отношения – это воспаление и всякие инфекционные агенты. Далее это гормональная сфера, широкий такой раздел, чтобы тут не запутаться, давайте мы так сказать будем называть те железы внутренней секреции, которые имеют отношение к репродукции и какие именно там гормоны мы исследуем. Начнем как бы сверху и будем двигаться вниз. Первая железа внутренней секреции, которая нас будет интересовать – это гипофиз, расположена она в черепе, вот, это как бы такой начальствующее звено надо всем. Какие гормоны мы изучаем, да, ЛГ – лютеинизирующий гормон, ФСГ – фолликулостимулирующий гормон, пролактин, вот, и тиреотропный гормон, предназначенный для регулирования функции щитовидной железы. Вот, ЛГ и ФСГ, они предназначены для регулирования функции яичников. А пролактин, он создан для того, чтобы когда женщина родила, чтобы лактация пришла вовремя и надлежащим образом поддерживалась. Вот все названные гормоны ЛГ, ФСГ, пролактин и тиреотропный гормон, они производятся в гипофизе, и все они важны, они нам дают определенную информацию, которую мы используем уже для того, чтобы анализировать в конечном счете ситуацию. Опускаемся ниже, да? Ниже после гипофиза мы переведем свой взгляд на щитовидную железу, о ней мы как бы уже упомянули в плане гормона, который гипофизом вырабатывался, это ТТГ гипофизом вырабатывался, а в самой щитовидной железе вырабатываются два гормона Т3 и Т4, они бывают в свободном состоянии и в связанном состоянии. Когда мы берем анализы, то мы берем, стараемся брать свободные, Т4 свободный и Т3 свободный. Какая тут может быть ситуация, да? То есть может быть гипотиреоз, то есть когда гормоны щитовидной железы в недостаточности, может быть гипотиреоз, когда гормоны щитовидной железы в избыточности пребывают, все эти состояния приводят к нарушению обуляторной функции яичников. Далее спускаемся вниз, то есть мы прошли гипофиз, прошли щитовидную железу, спускаемся вниз, оказываемся с вами на уровне надпочечников, да? В надпочечниках нас будет интересовать гормон кортизол, также андрогены, которые синтезируются надпочечниками. Далее спускаемся еще ниже, кинем взгляд на такую железу внутренней секреции, как поджелудочная железа и вырабатываемый ею инсулин. То есть инсулин иногда нам может быть полезен в случае, если мы у женщин обнаруживаем поликистоз яичников. Вот инсулин, да? С поджелудочной железой. И далее уже опускаемся совсем вниз уже к нашей основной железе. Это яичник. И на уровне яичника мы исследуем эстрогены, мы исследуем опять андрогены и исследуем прогестерон. Вот с прогестероном хотелось бы немножко как бы так остановиться и поговорить об этом. То есть я тоже почувствовал, что если сказать, что ты хочешь исследовать прогестерон, то тебя могут воспринять просто как недостаточно подготовленного специалиста, отставшего от жизни. Мотивируется это тем, что прогестерон, он вырабатывается по определенной синусоиде. Его концентрация скачет с периодом времени, да? И определять его бессмысленно. Мне это конечно очень не нравится, потому что существует такое понятие как недостаточность лютеиновой фазы, и основным игроком в этом определении будет именно прогестерон. И одновременно нам запрещают его определять. То есть как-то мне это очень сильно не нравится, но наконец-таки я наткнулся на одну лекцию одного эксперта из Сеченовской академии, который в общем-то упомянул, что определять прогестерон можно, но учитывая сказанное, что он меняется часто со временем, определять его надо несколько раз. Что такое несколько раз? Вот когда наступила вторая фаза, то есть после овуляции лютеиновая фаза, длящаяся две недели, надо один раз в неделю взять прогестерон. То есть в одну, так сказать, в один менструальный цикл взять дважды после овуляции, раз в неделю, последние вот эти неделечки менструального цикла. И потом подождать, когда настанет второй менструальный цикл и опять также дважды взять прогестерон. Раз в неделю берется, раз в неделю. И получается у нас четыре результата. И мы как бы смотрим на них и анализируем, что происходит. Вот таким вот образом. Да, еще надо упомянуть, что, конечно, время забора гормонов. Как правило, гормоны берутся у женщины на третий, четвертый день цикла. Это имеется в виду прежде всего эстрадиол. Если мы говорим об андрогенах, то существует мнение, что забор андрогенов желательно там производить там седьмой, восьмой, девятый день цикла. Но опять-таки это при обычном цикле. Все время надо оговариваться, когда мы говорим вот эти дни цикла, надо оговариваться, что при обычном. Потому что я вот не устану повторять, что цикл он короткий, бывает длинный и так далее. Да, если короткий, длинный, то делаем обязательно коррекцию. То есть обычные эстрогены третий, четвертый день, андрогены седьмой, восьмой, девятый. А вот прогасторон, соответственно, мы берем после свершившейся овуляции. Ну, по гормонам так бегло все. То есть вот следующий момент, который мы будем обсуждать, чем будет заниматься гинеколог. Прям такой замечательный метод исследование как ультразвуковая диагностика. Она позволяет, ну, прям очень много нам, так сказать, пролить света на состояние женских органов внутренних. И тут надо как бы понимать, да, что, кто выполняет это ультразвуковое исследование. Сейчас такое время, что гинекологи, как правило, сами владеют ультразвуковым исследованием. Это, наверное, хорошо, потому что их знания, они более глубокие. И то, что они видят, они правильно интерпретируют. А если вам выполнили ультразвуковое исследование не врач-гинеколог, а специалист ультразвуковой диагностики, то, видимо, надо будет все-таки это как-то повторить уже руками врача-гинеколога. То есть что мы тут оцениваем? Ну, вот буквально недавно я имел разговор с нашим сослуживицей, вот, гинекологом, который говорил, вот пришла девушка, которая не может забеременеть. Это гинеколог очень хорошо владеет ультразвуковым методом исследования. У нее стоит очень хороший эксперт на уровне аппарат. Она говорит, вот, яйцеклетки у нее созревают, трубы у нее проходимы, там, эндометрия у нее нарастает. То есть все, что можно осмотреть ультразвуком, никаких претензий к девушке у нее нет. То есть вот, что дает нам ультразвук. Дает очень многое. С чего гинеколог начинает? Начинает с того, что это называется фолликулометрия. То есть выполнение серии ультразвуковых исследований. То есть когда, если к вам придет женщина, и она твердо скажет, у меня все в порядке, я обследована, и на вопрос, сколько раз ей выполнялось ультразвуковое исследование, если она ответит один раз, то это не берется во внимание. Потому что надо делать серию ультразвуковых исследований. Что это нам дает? Это нам дает наблюдение за тем, как созревает фолликул, какие стадии созревания он проходит, как наступает и происходит овуляция, что наступает вторая фаза менструального цикла, и образуется желтое тело. Все это нам дает ультразвуковые исследования. То есть очень много дает. То есть оценка структуры яичника, различного рода кисты, образование. Все это ответы благодаря ультразвуку нам довольно все это прозрачно видно. По поводу проходимости маточных труб. Часто тоже используют ультразвуковые исследования с целью ответа на этот вопрос. Но вот мой, например, педагог по УЗИ, он как-то не очень хвалил этот метод. Он говорил, что в некоторых случаях лучше все-таки прибегнуть к классическому выполнению. То есть это контраст рентгеновское исследование. А ультразвуковая методика как-то его не устраивало в определенных случаях. Но тем не менее гинекологи этим пользуются довольно широко. То есть оценивают проходимость труб с помощью ультразвуковых методик. То есть это мы с вами обсудили, что мы прекрасно видим яичник, все что в нем происходит. То есть трубу мы не видим. При выполнении ультразвукового исследования в норме трубу мы не видим. Мы просто видим ту жидкость, которую мы ввели, она появляется в брюшной полости. Вот это мы видим в ультразвуковом исследовании. А структуру трубы мы как бы не можем полноценно оценить. И следующее, что постоянно оценивается гинекологом, это толщина эндометрия. Теперь перейдем к следующему методу исследования, который является инвазивным. Я, например, тоже очень не люблю инвазивные все методики. И где только можно обойти инвазивные методы, надо их обходить. Но может так случиться, что женщина обследована абсолютно по всем направлениям. И ответ мы на наш вопрос не нашли. Вот, наверное, самому краешку стоит уже эндоскопические методы исследования. И надо сказать, что их, эти методы, никто не заменит. Вот они особенные. Они дают увидеть то, что невозможно увидеть другими методиками. О чем идет речь? Да, это осмотр матки изнутри с помощью эндоскопа. Это гистероскопия. И это осмотр матки яичников, маточных труб снаружи. Условно, да, снаружи это подразумевается стороны брюшной полости. И вот эти методики, они иной раз позволяют все-таки помочь женщине, которая уже устала там обследоваться и устала лечиться. Я уже как-то упомянул про то, что вот некоторые виды полипов, вот особенно те, которые растут из цервикального канала, при обыкновенном ультразвуковом исследовании подчас мы их не можем визуализировать. И когда я был на обучении по ультразвуковым методам исследований, я там задал вопрос нашему педагогу. На занятии находился также гинеколог, и он подхватил мною сказанное вот это слово и сказал, что да, у них тоже так неоднократно получалось, что женщина наблюдалась у хорошего гинеколога, а вот полип цервикального канала он не был выявлен. И тут на помощь нам приходит гистероскопия. Она позволяет увидеть не только вот те полипы, которые мы при обычном ультразвуковом исследовании не можем обнаружить, но и всякие другие состояния, как то всякие перемычки, такие септы в области матки, какие-то синехи, которые такие очень нежные и ну не видны. А глазом эндоскопом прекрасно видны. Оценка половых органов через брюшную полость тоже очень, так сказать, важна. То есть важна в каком плане? Ну например, в основном это касается, наверное, эндометриоза. Чтобы поставить эндометриоз так четко довольно сложно, но когда эндоскопически мы видим эти разрастания эндометриоидных очагов, находящихся на брюшине и на яичниках, то диагноз 100% не подлежит никакому сомнению. Когда производит санацию, хирург производит санацию этих очагов, то женщина сразу чувствует существенные изменения в своем состоянии. То есть болевой синдром уходит, месячные из темных превращаются в алые. Ну и очень часто наступает беременность после такого воздействия. То есть эндоскопические методы, несмотря на то, что они инвазивны и очень не хочется их выполнять, в ряде случаев они показаны и оправданы. Ну и в конце я хотел бы вот сказать про такой редкий метод. Вот у нас в Первой Градской больнице была очень мощная современная, ну и сейчас она есть, наверное, лаборатория радиоизотопной диагностики. Там была такая большая гамма-камера. Метод исследования радиоизотопной гистеросальпингографии. Вот. Происходит это так. Чем метод привлекательнее? Тем, что для оценки проходимости маточных труб не используется никаких инвазий. Никто никаких катетеров не устанавливает, никаких неприятных ощущений, болевых ощущений не происходит. Просто женщина приходит в кабинет, берет какую-нибудь интересную книжечку, ложится на стол и лежит неподвижно на этом столе час-полтора. При этом ей накладывают аппликацию на область шейки матки, содержащую определенный фармпрепарат. И датчик фиксирует те сигналы, которые он испускает. И получается вот такая очень красивая картинка. Вот на этой картиночке мы видим, как радиофармпрепарат находится в проекции полости матки. Вот такое вот солнечное свечение. Далее потихонечку он смещается в ту сторону трубы яичника, который функционирует в данном менструальном цикле. И вот на следующей фотографии видно, как дальнейшее происходит продвижение уже в область брюшной полости из трубы. Вот такое вот редкое исследование. Ну может быть кому-то оно пригодится. Так на всякий случай я о нем упомянул. Ну на этом, наверное, этот сегмент мы завершим. Продолжим его уже в частных разделах причин женского бесплодия в последующем. Благодарю за внимание.